Всем привет! И в этом видео я покажу, как настроить автоматический вход в Windows 11. Поехали! Чтобы настроить автоматический вход в Windows 11, делаем следующее. Нажимаем пуск, параметры. В параметрах выбираем учетные записи. В учетных записях варианты входа. Сверху у нас 4 вкладки. Одна из них это пин-код Windows Hello. Когда я открываю эту вкладку, вы видите, что кнопка удалить у меня неактивная. Мне нужно ее активировать. Для этого мне нужно убрать поплавок в левую сторону. Но тут есть нюанс. Возможно, в ваших Windows 11 такого глюка не будет. Может быть, это нормальное поведение. В общем, я сворачиваю эту вкладку. Я нажимаю убрать. Я снова открываю вкладку пин-код и кнопка у меня неактивная. Поэтому я на всякий случай ее свернул. Я закрываю параметры и захожу сюда снова. Снова учетные записи. Снова варианты входа. После того, как я передвинул поплавок влево, то есть отключил вход Windows Hello для учетных записей Microsoft, у меня появилось 6 вкладок. Теперь я могу удалить пин-код. Открываю вкладку и нажимаю удалить. Мне нужно прописать пароль от моего аккаунта Microsoft. Я прописываю пароль. И все, пин-код я удалил. У меня остается пароль. Я открываю вкладку и я могу только изменить. Следовательно, сейчас я убрал пин-код для входа в операционную систему. Но теперь мне нужно убрать и пароль. Я нажимаю кнопки Windows Plus R и пишу команду NetPoolWiz. Нажимаю ОК. Открывается то же самое окно, что открывалось на Windows 10. Я убираю галочку требовать ввод имени и пароля. И нажимаю применить. У меня открывается новое окно, в котором сверху будет указан мой логин. И внизу мне нужно 2 раза указать свой пароль от аккаунта Microsoft. На самом деле мой логин гораздо длиннее, чем вот этот. Поэтому в вашем случае, если у вас длинный логин, просто не обращайте на него внимания. Вот как есть, пусть так и остается. Просто вводим еще раз пароль, который я вводил для удаления пин-кода. То есть ваш пароль от аккаунта Microsoft. Вводим его 2 раза. Старайтесь не ошибиться. Нажимаю ОК. И последнее, что осталось, это заходим в дополнительные параметры. Вторая вкладка сверху. В случае вашего отсутствия, через какое время Windows должна потребовать выполнить повторный вход. И вот здесь нужно указать никогда. Если не указать никогда, то рано или поздно, когда вы надолго отойдете от компьютера, Windows уйдет в спящий режим. И тогда нужно будет заново вводить пин-код или логин и пароль от вашего аккаунта. И теперь мне нужно перезагрузить систему. И вы только что сами видели, как у меня все получилось. И автоматический вход в Windows 11 сработал. А это значит, что видео подходит к концу. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем спасибо и пока. Пока.